Славянская радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор на Народном славянском радио Напоминаю, что по одному из современных календарей 26 апреля 2017 года Среда по одному из старинных 15 день месяца посева и наречения 7525 лета четверг Узелковая письменность славян Парата письменность всей земли Автор-сказитель Виктор Максименков Как раз мы послушали песню В которой были такие слова Если в тёмную ночь или средь белого дня Ни за что ни про что Ты разлюбишь меня Ни о чём не спрошу Ничего не скажу На любимом платке узелок завяжу Вот про такие узелки И не только про такие Мы сегодня с Виктором И говорим Верняка пока говорил он А теперь вот приступаю я И буду не просто говорить А зачитывать те вопросы Которые в чате Народного славянского радио Появились А также Те реплики и вопросы Которые в чате нашего канала На ютубе Появились Итак Реплика из ютуба Алексей Бумагин Запад как всегда всё отрицает Это пришло сообщение В 20 часов 15 минут Когда ты говорил про то Что вот там наши заклятые друзья Всё это дело исследуют и следуют Немножечко нам Как бы так зарезая Уменьшая Что-либо что их не устраивает Но всё равно Всё равно Мы сходимся к тому Что это очень давно всё было Дальше Вопрос в эфир От Виталия из Эстонии Чем отличается научный метод От ненаучного Или лженаучного Научный метод Это то Что люди В большинстве случаев Удаётся Повторить Или как Это вопрос ко мне Ну если Я здесь его зачитал То предполагаю Что да Скорее всего Это вопрос к тебе Ну Ну как сказать Ну науке жизнь Тоже имеет свои сложности Наш ненаучный метод Предполагает Отсутствие ограничений А их научный метод Предполагает Наличие Авторитетов Наличие Как скажем так Преемственности поколений Где одно поколение Скажем так Родственное Сменяет другое И даже если Вы попытаетесь Высказаться Против основной теории Вам это не дадут А мы же Не имея Этих ограничений Можем себе позволить Побывать И в Америке В глубокой древности И в Сибири И в Египте И где угодно И О чудо Мы найдем Единые принципы Которые наука Почему-то Или не может Или не хочет найти Это уже другой вопрос Так что Что лучше Я считаю Лучший союз Как говорится Хорошего оттуда И отсюда Потому что Я например Тоже с удовольствием Почитал Профессиональные Изученные материалы Как говорится Ученых Потому что Как вы видите В основном Связывать получается Именно на том Что наука Все таки Достала И изучила А то что Они не хотят Это связывать Ну а Мы и можем И хотим И получается Потому что Данные Содержащиеся И в устных И в письменных Источниках Горят одна Единая цивилизация Единый язык Единая письменность Ну в определенные Времена Которая разошлась Изменилась Которая делалась Для людей Которые живут Того же региона Ну единая Жреческая Традиция Была И есть Везде И во времена Нашего Сегодняшнего Информационного Потопа Все Как говорится Методы Хороши Если они Приводят К правильному Результату То же самое Вывод Например Так называемая Нормандская Теория Нам Почему-то Ставят Ставят Минус И мы Почему-то Соглашаемся Вот там Кого-то Пригласили Это Минус Так давайте И свой Минус Туда Наложим Как говорится Непрофессиональный Скажем Так какой же Это минус Это плюс То есть Огромное Распространение У нас там Запланирован эфир Именно Про Оптические Артефакты Там Будет еще Больше Интересного Так Факт в том Что В Скандинавии Мы увидим Что В 12-13 веке Вместе С письменностью Пропадает Например Тот же Самый Сверх Сверхумение По оптике Куда-то Исчезает Ну куда Исчезает Мы Увидим Там Но сам Факт Что Единые Принципы Которые Уходят Их носители И все И дорогая Европа С новыми Руководителями Смогла Вспомнить Ту же Оптику Еле-еле В 17-18 Веках Артефакты Этой Оптики Мы опять С вами Найдем По всему Миру Языки Нашли По всему Миру Письменность По всему Миру Оптические Артефакты По всему Миру Единая Традиция Астрономическая По всему Миру Календарная По всему Миру О чем Это Говорит Опять же Подтверждение Того Что То что Написано В исторических Книгах По которым Учатся Население И в институтах И в школах Мягко говоря Не соответствует Тому же Что уже Найдено Изучено Самой наукой Так что Если ученые Не признают Очевидного Как говорится Это их Проблемы Давайте не будем Себе такие же Проблемы создавать А просто признаем Очевидное Это было так А признавши Давайте будем Разбираться Что из этого Следует А из этого Будет следовать Очень даже Много чего Интересного Ну к примеру Вот реплика Эфира Подсолнуха Мудрость Сократа Эллины В скобочках Греки Это единственный Народ На земле Который Не имеет Своей истории Культуры И традиций Ибо Это Вечно молодой И вечно Воюющий Народ Но у него Есть одно Хорошее Качество Этот народ Умеет ценить Прекрасное Поэтому Где бы он Не был Где бы они Не воевали Они все Прекрасно И тащат Себе Домой Поэтому В Греции Все Есть Я не уверен Что это именно Сократу принадлежит Скорее всего Сократу Это приписывается Что есть То есть Потому что На мой взгляд И здесь я С Виктором Согласен Что никакой Греции Никогда Как и древнего Греческого языка В том виде Как нам сейчас Пытаются Преподнести Со всеми Этими Пирожками Греческого Толка Не было Никогда Это всего лишь Навсего Некое Отделение Жреческой Культуры Древней нашей Древней Ведической Культуры Которая Которая Была распространена По всему миру И храмы Похожие На эти Стояли В разных Местах Всей нашей Земли И было Там Примерно Одно И то же Вот И называлось Это Жрецы Место Где живут Жрецы Куда все Приходят С какими То вопросами Так же Как сейчас Существуют Некоторые Жреческие Места Например Тоже Самый Ватикан Вот Для разных Народов Создавались И для разных Направлений Создавались Свои Языковые Направления Кто-то Где-то Создал Санскрит На основе Древнеславянских Древнерусских Можно так сказать Письмен И языков Специально Для того Чтобы Определённые Товарищи Брахманы Например Могли между собой Общаться И какую-то Мудрость Сохранять Кто-то Создал Другие Языки Латинцы Так называемого Для того Чтобы Какие-то Учёные Мужи Могли между собой Говорить Кто-то Создал Греческий Например Там Где-нибудь Наверное В Америке Там Свой Существовал Язык Который До нас По каким-то Причинам Не дошёл Где-то В Азии Может быть В Южной Тоже Свой Язык Существовал Потому что Храмовых Комплексов Огромное Количество Значит И были Жрецы Которые Там Существовали Значит И необходимо Было Им как-то Общаться На каком-то Языке Сохранять Мудрость И не всегда Эта мудрость Должна была Быть доступна Сразу И сходу Всем подряд Точно так же Как Переписка Между военными Не должна быть Доступна Всем подряд Вот для своих Пожалуйста А если Всем подряд Будешь давать То в этом случае Как бы Эту мудрость Во зло Не превратили Не с точки зрения Что жалко А что просто Во зло Не превратили Ну как-то так Идём дальше Вопрос Эфир от Солнца Виктор Здравия А что является Прообразом Для самого Узелкового Письма Благодарю Структура И строение Самой Теленной Где мы слышим Что мы сюда Вселенной По-латински Вселенная Это University Университет Высшее учебное Заведение Для душ Определённые силы Вибрации Отражены В свете Их воздействие Взаимодействие Ну как-то Алексей правильно Сказал Не всё сразу Давайте С чего-то Начнём Ну да Хорошего Понемножку И последовательно Лучше Сорок раз По разу Чем не разу Вопрос В эфир Вернее так Реплика Эфир От Виталия Из Эстонии Письма Княгине Анны Дочери Ярослава Мудрого Сейчас считают Фальсификации Но от этого Они не прекращаются Быть интересными Вопрос Сейчас наука Всё подвергает Сомнению И пишет Что фальсификация Разве Это не так Ох Наука Вынуждена Писать Всё Фальсификации Вот И про ту же Анну И про те же Находки Египта Находки Скифов Почему они Вынуждены Писать Они не Вписываются Ни в одну Теорию Ну Мы В следующем Эфире Более подробно Остановимся Ну как Можно Описать Оптические Технологии У неизвестных В кавычках Древних Скандинавам Которые Современная Наука Смогла Еле-еле Приблизиться Через 500-600 Лет Как Объяснить Точно такие же Оптические Технологии На Крите В Египте А в Египте Вообще Полное Безобразие Посмотрите Статью Оптика Заранее Изучите ее Там Там же Ну Настоящий Писец Из Акры Я извиняюсь Но это статуя Так называется Откопали статую В натуральный Человеческий Рост И этот Наглый Интурист С голубыми Глазами Который Залетел В Египет Возраст Который Наукой Установлен Ему Под 4 тысячи Лет Голубые Глаза Немножко Загоревшая Кожа Он сидит И в наглую Пишет Папирус Па это Охранная Письменность Ру Русов Охранная Письменность Русов Он Он в наглую Пишет Там До Кирилла Еще Тысячи Лет Этот Интурист В Египте Понимаешь Просвещает Местных Египтян Ну как Такое Можно Признать Неподделкой Объяснить Куда Куда его Вписать Какому Кириллу Мефодию Подключить То же самое И с Анной Еще особо Вроде не научились Писать Куда Куда девать Эту письменность Глаголическую Куда девать Календарь Древнейший На земле Но скажите Древнейший Календарь На земле Нет Древнее Календаря Вы бы бросили Силы Для того Чтобы изучить Ответить Почему Древнейший Календарь На земле У нас Прослеживается Во всей Культуре Это Просто так Или нет Ну интересно Это современной Науки Нет Пытается Замолчать Сказать Да это там Придумали Дикие люди Что-то там Они мычали Не мычали А он Прослеживается Как бы Они пытались Уничтожить Зачем Я именно За звезды Взялся А потому что Звезды Невозможно Подделать Подделайте Звезды Подделайте Письменные Источники Почему Они не хотят Лезть В орнаменты Это только Некоторые Уникумы Как говорится Наперекор Всей науке Изучают Это И эти артефакты Они изучены Отдельными Учеными Которые Наплевали На всех И подтвердили Дали нам Пищу Для того Чтобы подтвердить И восстановить Всю схему Которая была Раньше По всей Земле Но наука Если не может Подтвердить Она начинает Замалчивать Не сами Делайте Вывод Кто стоит У руля Науки Интересно Им Правда Или Истина Или Им Интересно Сохранение Старого Пускай Даже Нерабочего Так Если Теории Противоречат Фактам То нужно Не факты Закапывать И забывать Их в архивах А менять Теории И таких Находок Я же вам говорю Которые Они есть Они изучены Но мы про них Не слышали Не видели А они существуют Ведь их Не единицы Их сотни И тысячи И информации На самом деле Огромное количество Вот Мы видели С вами Белых богов Америки До Колумбовой Мы увидим И в Египте В той же Оптических Технологиях Ну куда денешь Голубые глаза И белый цвет кожи У цариц Ну вот куда его денешь Когда там статуи Полностью Современный рост Плюс Хрустальные глаза Голубые Которые Такие технологии Появятся Через три тысячи лет Ну как это не подделка По данным Современной А конечно подделка Такого не может Для них существовать Оно не вписывается Ну никуда Оно не вписывается То же самое По Греции Так там вообще Полный беспредел Вроде бы Греки А на самом деле Ахейцы Вроде бы Ахейцы Да А самоназвание Эллины А наши Более точно Их называют Хеллины Пришедшие Из спекла Пришедшие Из горячих Теплых Очень Жарких Стран Плюс Античность Ведь наука Признает Что Пятый Шестой Век Вот появляется Неизвестное Племя Антов И появляется Рядом С распространенными Как говорится Территориями Античности Ну нет Античности Это вот Греки И наплевать Что там И Ахейцы И Хеллины Непонятно Какие Греки Да и греки Что-то Не все Греки Спартанцы Почему-то С афинами Воюют И спартанцы Это воины А афины Это какие-то Таргаши Которые все Норовят Подсидеть Обокрасть И потом Если вы знаете Что там были Наши люди Тогда не возникает Вопросов Кто такие Спартанцы И почему Они с афинами Воюют Постоянно Почему они Пытаются Эту заразу Выжить С того Полуострова И все Это произошло После какой-то Катастрофы А античность Опять же Она напрямую Связана С Антланью Потеряли Букву Н И все Атлантический океан Неизвестный океан Откуда он известный Да неизвестный Конечно Одним Славянским Племенем Названа Целая Временная Эпоха Одного Кусочка Земли Античность Анты Признаются Славянским Племенем Атлантический Океан Не замечается Что там Букву Н Потеряли Так что Ну Какие Какие Теории Это возможно Вписать Так что Если Алексей Как говорится И слушать Им будет интересно Давайте поговорим Еще про Антлань Эти статьи Уже вышли Берите Читайте Там все указано Все доказательства Ну Интересно Этой науке Мы с тобой Мы с тобой Про Антлань Поговорим И так далее Я думаю Что Античность Это всего лишь Навсего Древнее Значение Течения Антов То есть Культуры Антов Ант Тичность Течность Течность Течет Вот Ну естественно Со временем Во время пути Буквки могли пропадать Две буквы Т Показалось Наверное Много Что-то убрали А потом Е Чтобы звучало Помягче На и заменили Получилась Античность А так вообще Да Это культура Антов И все там Антично Все там Принвлежало Именно им Так что Ребятушки Смотрим слова И понимаем Откуда они Произошли Вот там Романтика Ромов Антика В скайпе Не скайпе В чате написано Рома Антика Так Ну ладно Идем дальше Хаврошечка Вопрос Эфир Есть ли что-то Общее Между узелковым Письмом И азбукой Морзе Те же точки И тире Благодарю А связь Прямая Ведь это все Связано Ну точки Тире Они Знаете Ближе К всего К видимым Знакам Вот посмотрите Эта же Схема Применяется У так называемых Неизвестных Майя И у других Народов Это использование Счета на пальцах И передача информации С помощью Опять же Подов Это Ну ведь Вся эта информация Она непрерывно Связана Понимаете Точка тире Палец ладонь Палец ладонь Три пальца Два пять И понеслась Как говорится Именно в статье Я как раз Привожу Что Дева На гари Это ведь Передача информации На расстоянии Девушки Которые танцуют На возвышенности С разноцветными Флагами Но только Эта информация Видимая А точка Тире Слышимая Вот и вся разница Ведь Как говорится Ночью Вы как будете Передавать информацию С помощью Света Однем Как вы будете Информацию Передавать С помощью Цветных флажков То есть Там придется Фонарик Зажечь Здесь Придется Флажками Разноцветными Помахать А там С помощью Звука Вы передаете Информацию Но суть Одна В том то и дело Одна Ну и связана Она в том числе И с пальцами И с узелковой Письменностью И со структурой Мироздания Чтоб человек Воспринял Чтоб мог Обработать Не только машина Но и мозг Человека Воспринять Этот сигнал И понять О чем речь Так что Связано Напрямую Вопрос эфира Тхаврошечки Возможно ли Что четкие Есть концентрация Узелков Остатки Забытого Узелкового Письма Благодарю Четкие Дело в том Что есть Микромир Наш мир А есть Огромные миры Вселенные Так что Четкие Как раз И есть Обращение К определенным Количеством Вселенных Они Всегда Разные Все что вы Хотите Получить Кому Обратиться Сколько раз Вам нужно Повторить Вот они Служили Именно Для этих Вопросов Ну а Смысл Тот же Самый Один Вид Узелка Который Повторяется Много Много Раз А если Быть точным Определенное Количество Раз А значит Может указывать На Определенный Узел И Служить Как и Для магических Целей То есть Для прямого Обращения К вселенной Так что Четкие Это тоже Четко Та же Схема Ну Один Из ее Маленьких Элементов Итак Виталий Из Эстонии Пишет Такая Реплика Длинная Заготовьтесь То что Называется Горяченьким Чаем Потому что Концов Он успеет Немножко Подостыть Виллисова Книга Или Книга Виллиса Написана На Глаголице Но Почему-то Наука Считает Это Фальсификацией Но От Этого Они Перестают Быть Интересными То есть Не Перестают Быть Интересными То же самое С славяно-арейскими Ведами Которые объявили Экстремистскими Материалами От этого Они Не Перестают Быть Интересными Та же Книга Кощуны Финиста Прямо Сегодня Виталий По Экстремистской Литературе Книга Кощуны Финиста Которая объявлена Экстремистская Литература Алексея Экстремистская Та же Книга Да Что ж Такой Это Кривые Зеркала Объявлено И так далее Там подобное Все они Интересны Не потому Что запрещены А потому Что в них Есть другой Взгляд На историю Которая Отличается От официальной Истории И таких Книг И источников Много Потому что Другой Взгляд На историю Тоже Вполне Допустим Здесь Вы можете Кипяточку Подлить Чай Я продолжаю Так как История Не знает Что бы было До определенного Периода Чем и дальше Она погружается В прошлое Тем гуманнее В кавычках Становится Прошлое И непонятнее Если мы мало знаем Что было там Сто лет назад То что говорить Про 200 тысяч Или 10 20 тысяч Или 10 тысяч Лет назад Это очень Трудно Сделать Надеюсь Чай допили Он не остыл Что скажешь По этой реплике Или ничего Говорить не будешь Нет Я могу Сказать Дело в том Что Информация Есть В явном Мире Она хранится У каждого У нас В сердце И В информационной Базе Земли Так называемый Вещий лес Он же Велес Он же В нашу эпоху Назывался Святой Николай И Если вы Перестанете Себе Запрещать Считывание Информации В объеме Хотя бы То вы Сможете Сами Без Изучения Даже Рун Читать Эти Рунические Тексты В том числе Велес Велес Книгу Для того Чтобы Убедиться До Как говорится Начала Погноценной Работы Вашей Знаний Которые Заложены В каждом Нашем Человеке В каждом Если не хотите В себя смотреть Ну Поможет вам Природа Вы можете Убедиться Найдите В интернете Такие штуки Где переставлены Буквы Перепутаны Переставлены И вроде бы И даже написаны Не написаны Какими-то символами А ваш мозг Их начинает Систематизировать И выдавать информацию Хотя там все Перепутано Слева направо Переставлено Там Почему Такое происходит Ну найдите Эти картинки Я уже не стал Статью вставлять Потому что И так информации Было много У нашего Современного Человека Который живет В этом мире Там 5 минут Времени больше нет Дальше он уже Не может Обратить свое внимание На один текст Так Этих Картинок Навалом То есть Эта информация Она Генетически У вас есть И вы сами поймете Перед вами Подделка Переделка Или нормальный текст Который Вы не можете Прочесть сейчас Не потому что Вас Рунам не обучили А потому что Вы себе запретили Воспринимать Объемную информацию Вот и все У некоторых Так и было Как получится У каждого Свой путь Учитесь Если вам это интересно Дальше Вопрос В эфир Следующий Виктор Здравия Скажи А чем Являются Наузы Благодарю Ну это Это те же узлы Наши узлы Наузы Это Это Та же самая Узелковая Письменность Не просто Та же самая Это она и есть Она и есть И они же В магических Практиках В основном Остались Так они В магических Практиках И остались Потому что Это прямое Объемное Обращение К силам Вселенной Конечно С этим Тоже Надо Уметь Понимать И скажем Так Иметь доступ К работе С этими Состояниями И силами Ну Кто ищет Тот найдет В информации В интернете Тоже Навалом И Там есть Пару книг Уже новых Вышло Наверное В бейте Наузы Они Очень Информационные Но они В основном Конечно Направлены На Их Магическое Применение Я На нем Сильно Не акцентировал Внимание Я просто Хотел показать Что Единый Принцип Единой Системы Чтобы каждый Мог Добавить Увидеть И понять Что система Одна и та же Потому что Мы-то Все равно Во Вселенной Живем И Они Магическими Считаются Потому что Это и есть Письменность Как говорится Базовая Письменность Вселенной И Вселенная И в нас Она Одинакова Квадратура Круга Это тоже Объемная Состояние И не стоит Ее воспринимать Как плоскость Это объем Объем С возможностью Выхода Многомерный До которой Нам еще Пока далеко Давайте Хотя бы Вернемся В объемное Восприятие Текста Будем его гонять Слева направо Справа налево И не будем Отрицать Что есть там Латиница Которая не наша Значит там Ничего нет Давайте Забудем Все Будем только По-русски Говорить Но это не так Наш язык Отличается От тем Что он имеет Глубину Все остальные Языки Сведены К плоскостям Они не уходят В глубину А мы можем Идти в любую Глубину Да Есть низкие Вибрации Есть высокие Но так Нельзя Отрицать Часть себя В каждом Человеке Есть Низкие Вибрации Скажем так Есть высокие Понятно Мне хочется У тебя уточнить Для какой цели Ты предлагаешь Изучать Латиницу Если латиница Это маленькая часть Да еще и сковерканная От нашего языка Именно для цели Вспоминания В качестве Медицины Что наши предки Хотели сказать В медицинских целях Почему они Использовали Латы Латать В чем там У них была суть Потому что Суть Именно лечения Физического тела Человека Вот направленность Этого языка Понимаете В чем дело Почему Почему она Забыта Она А с телом Человека Наши предки Творили чудеса Мы в прошлый раз Тоже вспоминали Про живую Мертвую воду Ну Нам интересно Латать людей Интересно Надо Нет Сначала Надо выучить Запустить Для начала Святорусскую буквицу Желательно 7 на 7 Это базовая структура Выучите ее Научитесь Пользоваться Информацией Читать И Вы же сами Увидите Что Вот я приводил Пример Найдите Это видео Вбейте 80 тысяч слов За 15 минут Английский Они же Никакие английские Ну окончание Они поменяли Там Civilization Цивилизация Ия Ия Они изменили И все Вы видите Что эта письменность В принципе Одна А медики Вот тех Кто занимается Медициной Вот им нужно Выучить Святорусскую буквицу А потом уже На основе ее Воспринимать Начинать Латиницу Что По какому Органу И правильно ли это Говорилось Вот именно для чего Не для бытового Общения А для специализированного Применения Скажем так Ну вот Все-таки Терзают меня Мутные сомнения Как вот В одном анекдоте Про латинский язык Когда там Учился 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 Латинице Но так и не доучился Вернулся в село Его просят что-то рассказать А он там Лыка не вяжет В конечном итоге Пытался он там Рассказывать Но Так ничего не получилось Тогда старейшина Встает и говорит Берикус лопатус Идикус капатус То есть Так Стилизация латиницы Алексей Извиняюсь Ты прав Ты прав Поэтому Поэтому я Вот Не хочу делать Из латиницы Как это сейчас Доктора И Кто-то у нас Правовед на латыни Говорят Да Лингу латино Но пенис конину Да Вот Или какое Пенистое сегодня Пиво Вот На такой латинице Разговаривать Смысла нет Надо как-то Всё-таки Понимать Что если мы Свой родной Язык изучаем То для начала Надо понять Какие иностранные слова Сюда были внедрены Это первое Избавиться от Иностранщины И заставить Свой мозг Начинать Подбирать Наши Древние Родные Слова Которые нам По крови По роду Близки Не те Которые нас Разрушают Безобразные Обезображенные Вернее Так сказать А те Которые наши Родные Да Которые тоже Может где-то Кривизну Уже какую-то Получили Но они Хотя бы Наши Родные Потом Следующий шаг Это понять Что у нас Как таковых Синонимов Нет У нас Каждое Слово Это образ Уникальный Образ И каждый Образ Должен Находиться На своём Месте А не так Просто Мы можем Сейчас Это ляпнуть Это 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 то же самое Что когда Человек Начинает Одного Своего собеседника Разными именами Называет То он его Виктор То он его Василий То его Вадим назовёт То и Владимир То ещё как-нибудь Только потому Что на букву В И он всё время Забывает Что там Ну похожи же Слова Ну и ладно Вот из этой же серии Поэтому Надо чётко себе Представлять Что первое Надо избавляться От иностранщины Которые внедрили Для того Чтобы сделать Нас безобразными Через безобразный Обезображенный язык Второе Надо применять Наши образные слова К месту Каждый образ Имеет Определённое Выражение Чего-либо И то что вы В мир сеете То вы Обратно получаете Какой образ Выкладываете То из этого Образа И прорастает И обратно К вам Возвращается Поэтому Перестаньте Заниматься Безобразиями И начните Применять Свои родные слова К месту Об этом уже Тоже много Говорилось Вот поэтому Я не уверен Вот это моё Личное убеждение Ты можешь Не соглашаться Не соглашаться Так же как и наши Радиослушатели Зрители могут Соглашаться Не соглашаться Но На мой взгляд Из Коверканные слова Они Конечно Может быть И Будут Полезны Кому-то Из Специалистов Но Наверное Не всем И В первую очередь Как ты правильно В данном случае Заметил Сначала Вы хорошо Познаете Свой родной Великий Могучий А потом Уже Если вы Специалист В этом направлении Если вы Изучаете Какую-либо Древность Связанную С нашим Прошлым Вот тогда Пожалуйста Копайтесь Ковыряйтесь Но Искать Например Какую-то Здравницу В латинском Языке Немножечко На мой взгляд Неправильно Потому что Вся эта здрава Находится В наших Славянских Языках Неисковерканных И все они Есть Так что Я думаю Можно и без Латиницы Обойтись А где-то Местами Даже и без Санскрита Можно обойтись Нет Я опять же Не хочу сказать Что они не нужны Тот же Санскрит Например К счастью Для нас В нем Сохранились Некоторые Писания Которые Хоть и В искаженном Виде В упрощенном Где-то Виде Но они Хотя бы О чем-то Рассказывают Вот до тех пор Пока у нас Родовая память Не открылась До тех пор Пока мы Свои Древние Учебники В кавычках Не нашли Где все Это рассказывается Нам придется Обращаться И к Латыни И к Жреческому Греческому И к Разным Видам Санскритов Вот Но Опять Лучше Все Копаться У себя В своем Родном Белье Нежели Чем В том Которое Кем-то Ношено Переношено И пахнет Не пойми чем И Извозюкана Не пойми В чем Как-то Вот так Ну Можете Принимать Можете Не Принимать Так Вопрос В эфир От Олега Из Иркутска Здравия Виктор Какая По твоему Давность Появления Узелковой Письменности И известна Ли тебе Письменность Предшествующая Узелковой Схож с Языком Который Солнце Задавало Ой С вопросом Который Солнце Задавало Ну По Утверждениям Тех Кого Видел Я Это Так Называемая В современном Мире Всесветная Грамма Потому Что Она Содержит Намного Больше Образов То есть Символов И Они Скажем Так Прослеживаются Везде Тоже И Они Наиболее Древние Формы Передачи Информации По сути Являющиеся Собой Именно Скажем так Энергии Вселенной Те же Вот Вы слышали Такое выражение Гол Как сокол Так это Всего лишь Одна буква Всесветной Грамоты Это Всего лишь Одна буква А есть Все вы знаете Что Есть Такая Слоговая Письменность У нас Есть Слог Го Небесное Движение Так это Тоже Буква Всесветной Грамоты А потом Гол Опять Другая Буква Всесветной Грамоты Все это Связано С энергиями Спиралями Это Еще Больший Объем Информации Ее Честно говоря Не рекомендуется Давать Человеку В нынешнем Состояние Потому что Человеку Просто Не хватит Возможностей Современных Энергий Для того Чтобы ее Понять И воспринять Но то Что она Есть Надо знать Потому что Когда Вот мы Начинаем Опять Мы латиницу Вспоминаем Ок Вот Давайте Освободимся Вот Например От Ок Ну вот Всех Оно достало Это сокращение Вот люди Тупеют Ну так Ок Это вообще-то Буква Той же Всеосветной Грамоты И никакому Кромвелю Оно отношения Не имеет Потому что Кромвель Там вообще Через С По-английски Пишется Это то же самое Что говорит Что свастика Это Гитлер Гиммлер Там еще кто-то Какие-то друзья Тех времен То есть Ответы В глубине Чем глубже Мы идем Во времени Мы находим Еще более Широкие Глубокие Знания Ну Для их Восприятия И понимания Нужны еще Большие Возможности Скажем так Генетически Заложенные В человеке Честно говоря Те данные Что дошли До нас В разных Ведах Они не рекомендуют Давать В современном состоянии Это людям Чтобы их Не перенапрягать Потому что 90% Все равно Не в состоянии Будет это Воспринимать Но Как говорится Запрещать себе Например Воспринимать Тот же ОК Ну это Буква Это Спираль Это Опять же Ниточка Это непрерывно Это Структура Вселенной С помощью Нее Почему Там 1234 Знака С помощью Них Можно Описать Всего Лишь Устройство Нашей Вселенной Видимой То То есть Те Те Занимается Физикой Специализированной Химией Они Без Этой Грамоты Никуда Не попадут И Приписывать Это кому-то Одному 24 Что она там Делает Ну так Это нужно Изучать Потому что Мы с вами Тогда Затронем Тот вопрос Который Славянский Мир Сейчас Погряз Выяснение Кто Ж Мы Такие Русы Или Росы А мы И Русы И Росы Одновременно Потому что И Буквицы Всесветной И В Нашей Матрице 7 на 7 Центральная Часть Это Символ Оу Это Символ Если У Это Угол Символ Людей Земли То О Это Символ Людей Космоса То есть Оука Это Соединение Земного И Космического Здесь Проявляется Такая Схема Как Разделяй Властвуй Разделяй В чем Мы Вроде бы Русские А живем В России Почему Так Получается Потому что Разделили А теперь Одни Говорят Нет Мы Русы Ну Возможно Есть и Русы 100% Но Есть же Роусы Куда Этот Символ Космических Людей Делать Светная Грамота Она дает Более Четкий Ответ Что Ребята Все мы Слышали Что весь мир Театр Все люди Актеры Сегодня Говорят Что весь мир Это Скажем так Голограмма Супер Супер Супермодель Супермодель Какая-то Которая Сверх Совершенная Компьютерная Программа Светная Буквица Например Древнейшая Которая Утверждается Что и больше 100 Тысяч Лет Она дает Четкий Ответ Что Вся Система Вселенных Всех Миров Работает По Вся Программа Жизни Умещена В четырех Символах Эти символы Читаются Как Ро Усь Почему Они так Читаются Они Описывают Всю Программу Жизни Во всех Мирах И всех Вселенных Почему Буква Р Она обозначает Зарождение Жизни На Тверде На планете Какой-то На плане Развития Когда Это Жизнь Которую Несут Люди С космическим Скажем так Объединяющие И космическое И земное Осваивает Эту планету Этот план Происходит Переход На новую Планету И символ Р Это как Освоили Эту твердь Эту круг И пошли На новую Планету Следующий Символ ОУК ОУК Который Центральный Является Всяторусской Буквицы Матрицы 7 на 7 Зачем Мы пошли На новую Планету Чтобы Ее Освоить И перейти На следующую Планету С помощью Чего Мы это Должны Сделать С помощью Слова Следующая Буква С С помощью Слова Мы Придем Всем Всеосветная Буквица Если Человек Который Не знает Не обучен По этой Буквице Начинает Изучать Сокращенные Языки В первую Очередь Английский Или как Вы его Хотите Назвать Искажение Латиницы То там 28 Символ Почему Их 28 Я уже Упоминал Раз Ну Это было Как говорится Мельком Повторю Почему Букву В светорусской Буквице 49 25 Матрица 5 на 5 Отвечает За работу Левой части Мозга А 25 Отвечает За работу Правой части Мозга Там есть Не получается 25 По 25 Это 50 То есть Есть один Такой Переход Это Выход Ваше Подсознание Который В итоге Если развивать Эту матрицу Потому что Дальше матрица Идет Индийских Шахмат 8 на 8 Та же Играго Это 12 На 12 То есть Это идет Развитие Матрицы Более Широкого Более Полного Восприятия Мира Нашего Вот Что нужно Нам вспоминать Хотим Мы Не хотим Это другой Вопрос Но Зачем Например Те же Латиницы Существуют Там 28 Символов Там Развивается Только правая Часть Головного Мозга Ответственная За материальность А левая Часть Где Выход Подсознание Пытается Быть Фактически Уничтожена А этот 25 кадр Вставляется В любые Видеосообщения В любые Телевизионные Сети И тем самым Влияет Прямое влияние На подсознание Человека Чтобы он Не проснулся Остался В состоянии Животном Правостороннем Где только Материальность Все охватит Ничего Другого Вот чем Опасна Латиница Ее действительно Нужно изучать Лет после 30 И четко Только тем Кто занимается Например Медициной Изучил Святорусскую Буквицу Он уже Подкован Его так Не возьмешь А сейчас Ее внедряют Как можно Раньше Для наших Детей Зачем Да чтоб Они не вышли Из этой Материальности И так называемый Уровень образования Он фактически Нулевой Их ничему Не учат А надо учить Мыслить Использовать Свои данные Которые есть У вас От природы Понимать Что все Объемно А их загоняют Опять же В плоскость Линейность Вот в чем Опасность Но эта информация Существует Те кто может Ее должен Развивать Вот такой Вот Ответ Вот такой Вот ответ А вот такое Вот тебе Предложение В эфир От Гриши Хотелось бы Больше Практических Знаний По узелковой Письменности К примеру Основы языка И примеры Того Как и какие Слова Буквы Переводить В узелки Хотелось бы Знать Какая информация Сохранилась В таком виде Или на Картинах Ведь там Иногда Бывают Витиеватые Узоры Которые Теоретически Могли бы Там Изображаться Это не Теория Это есть Практика Все Это Все эти Узоры Они не просто Так Они несут Конкретную Информацию Возьмем Опять же Интересный Узор Так Так Называем Меандр Который Мы видим На Браслете Измезина Это Граница Украины Россия 20 тысяч лет Там Музыкальные Инструменты Целый Комплект Все Что там Вот Меандр Что делает Современная Наука Нашли Этот Меандр Где-то В теплых Странах Ну Дают Возраст Там 3000 2000 лет Все Кто его Изобрел У науки Все Просто Великие Греки Все Туда Все Забыли Проходят Там 100 лет Откапывают Этот Мезинский Браслет На территории Российской Империи Делают Анализы Изучают Все 20 тысяч лет Никуда Не денься 20 тысяч лет Вынь да Полож Не меньше Может Больше Но точно Не меньше Как вы думаете Наука Ломанулась Переписывать Историю Там Писать Что вот Меандр Это не Греки Это там Какие-то Неизвестные Как всегда Племена Русской Равнины Сейчас Разогнались А вопрос В чем Алексей опять же Говорит Про наш Календарь Постоянно По старому По новому Найдите У себя Этот календарь Кто им пользуется Или в интернете Купите И вы увидите Что вокруг Календаря Идет такая Окаймовочка Это и есть Этот меандр Ну бог Снимай С этим меандром Наука Ведь дала Ответ Наша Откуда Этот меандр Взялся Он Образовывается При срезе Бивня Мамонта Образовывается Этот узор Ну Какие греки Где научные Сенсации Где изменения В науке Нет Не было И не будет Узор Этот Присутствует Присутствует Он несет Определенную информацию Он очень похож На букву Г Опять же Го Это небесное Движение Ну Если залезть Во всеосветную Грамоту Там еще Можно больше Как говорится Данных Из этого дела Вытянуть Наша буква Одна Любая Буква Правильно Названная Описывает Всю вселенную Правда Она вытянет Другие Конечно Буквы То есть Орнаменты В том то и дело Что орнаменты Раньше И несли Эту информацию Они ее И несут Даже если Вы ее Повторяете Скажем так Не Не понимая Что вы делаете Они все равно Работают Наносите ли вы Обережную символику На одежду Она в основном Красная Это обережная Символика Либо На здания Либо На картинах В том то и дело Что Носители Этой символики Сложной Можно сразу Определить Что это делали Наши люди Или Люди Которые Остались Скажем так Но уже не несут Эту культуру Они просто повторяют За теми Кто на этой территории Жил То есть Можно отследить Развитие И распространение Наших знаний Технологий По всему миру А те кто Владеет этим Могут вытянуть Оттуда информацию В интернете Приглашаю Смотрите книгу На узы Тоже Она Вышла буквально Лет пять По моему назад Найдите ее Она очень интересная Но она в основном Конечно На магический аспект Направлена Ну хотя бы Ну хотя бы изучить Магия не занимается Пока так Реплика Реплика эфира Вы знаете Вы знаете Что там записаны Данные И если да То научите Благодарю Для того чтобы Режет и болит Хотя бы матрицу 7 на 7 Изучали Может вам для начала Уроки Сташка Почитать Поучить Потому что Ну да Это основа Вселенной Но если нет Хотя бы базовой Работы Головного мозга Лучше туда не лезть Потому что Это прямая связь Со вселенной Вас могут просто Не пустить Я вам скажу честно В некоторых В местах И меня не пускают Всему свое время Начните с базы А база все равно Всеосветные обуклются 7 на 7 Базовая Возможная Для практически 90% Нашего населения Они вполне Могут ее потянуть Начните с этого А то что Интересно Вам Пишите Может я тогда Из того что интересно Составлю Более конкретные Потому что Здесь Это Честно говоря Статья Все было бы Смешно Если б не было Так грустно Я Когда еще В школе учился Это было уже Много-много лет назад Задавал эти вопросы Преподавателям И ставил их в тупик В институтах Стало еще хуже Вопросы стали еще более Тупиковыми Для профессоров Подчеркиваю Для профессоров Сейчас Эти статьи Это просто Скажем так Крик души К нашим людям Которые Ну информации Ну просто Море А в школе Хоть что-то Поменялось Или собирается Меняться База Письменность Это база Любой Культуры Как вы думаете Она изменит Да зайдите В любую школу Вам опять Начнут Греки Хотя Сами же Церковные Книги Сами же Греки Там приведены Ссылки на все эти Источники В статье Более конкретно Они кричат о том Что их Научили Наши предки И научили Этой письменность Они ее Переначали Как поняли Так подали Вот как говорится Получите Распишитесь Но об этом Хотя бы Должен знать Каждый Неужели Информации Мало Информации Море Ее нужно Распространять Кто-то там Будет Лучше Даст По Деванагаре Кто-то Изучит Египтян Потому что Почему Для меня Все просто Я знаю Что культура Одна Я иду Беру Народные Принципы И они Работают На любом Континенте В любом Времени И все четко Ясно И понятно Так что Дело в том Что это всего лишь Точка В пространстве Развивайте ее Пишите Чтобы вы хотели Знать Ну вы же понимаете Что для одного Человека Никто это проводить Не будет А тогда Может И создадим Более Расширенные Направления Что вам больше Интересно Развивать Дело в том Что без Правильной Работы Головного Моза Мы никуда Не сдвинемся Очень трудно Будет человек Воспринимать Если он Хотя бы Не читает И слева Направо И справа Налево Не понимает И не боится А это арабы Все Тут ничего Нашего Не будем Читать Давайте Изучите 7 на 7 Базовую Матрицу Начинайте Играть В шахматы Смотрите Уроки Которые Имеются Сейчас Хотя бы А потом Пишите Что интересно Из этого Составим Напишем Статьи Создадим Видео Там Если Боги Предки Позволят Алексей Утвердит Глядишь Эфир Какой-то Создадим Но я Честно говоря Отсюда Не понимаю Что Людям Больше всего Интересно Поэтому У меня Такой Разброс От Узелковой Письменности До Звезд От Здоровья До Энергии Химия Вы скажите Больше Что Интересно Пишите В социальных Сетях В Ютубе И тогда Создадим Более Конкретно Я же вам Говорю Это Узелковая Письменность Статья Получилась Одна Из Самых Больших И то Там Удалось Просто Показать Насколько Все Запущено Как Это Можно Не Видеть Современной Науке Это Просто Одеть Очки И Ходить В Потемках Они Не Хотят Не Могут И Не Будут Это Делать Это Должны Сделать Мы Дополняйте Наши Люди В Этому Направлении Свои Книги Где Показать Четко Что Все Теории Ложны Есть Факты Они Все Эти Теории Опровергают А Нас Подтверждают А для Того Что Интересно Давайте Более Конкретнее Остановимся Для Этого Мне Нужно Написать Социальные Сети Чтоб Я Хотя Понял А Что Нужно Вот Такой Ответ Товарищ Что Вас Интересует Все Понятно Из Как Кузнец Но Слава Богу Не Зря В Армии Морзянку Изучали Вопрос эфира От Олега Из Иркутска Виктор Вот Честно Тебе Скажу Как На Духу Что Добрая Половина Трудов Про Древнюю Письменность Это Сочинительская Эквилибристика И По Сути Эти Труды В Кавычках Не Являются Полноценными Исследованиями Связанными С Литературных Произведений А как В твоем Случае Ты сам Лично Видел Изучал Манускрипты Артефакты К Санти Харати Берестяные Грамоты Разговаривал С Хранителем Древней Письменности Благодарю Ну Не Все А те Что Возможно Достать Смотрел Изучал Это Не значит Что Я все Знаю И все Понял Но Принципы Понятны А как Только Понятен Принцип То Информация Получается Сама Можно Читать Даже Не Уча Эти Письменности Они Сами С вами Начнут Скажем Так Разговаривать Если Они Этого Захотят Все Как тебе Правильно Это Ничего Велесова Книга Она Прекрасно Читается Прекрасно Можете Считать Ее Подделкой Читает Она Ее Читать Получается Узелки Тоже Несут Свою Конкретную Информацию Все Ли Я знаю Нет Не все Конечно Сам Учусь Сам С удовольствием Учусь Нахожу Изучаю Познаю А То Что Вы Говорите Правильно Книги Это Скажем Так Информация В них Фактически В 99% Не достоверна И Не отражает Действительность Вот В том-то и дело Наша задача Найти факты И написать Собственные книги Если уж Наука Не может Или не хочет Это уже Нам не сильно Интересно Не переписывать Из источника В источник Развивать Дополнять Понимать Ну База Все равно Матрица 7 на 7 А дальше Осваивать Другие Матрицы Так что Такие вот Вопросы С хранителями С кем-то Общались С кем-то Хотел бы Пообщаться Кому-то Очень сильно Благодарен А Других Еще и Не знаю Поэтому И говорю Добавляйте Социальные Сети Покажите Может я Кого-то Пропустил Но Все что Вы видите Не Откапывал я Никаких Артефактов Мне достаточно Было Залянуть Знать Немножко Двигаться В этом Направлении И Я надеюсь У нас Получилось Разгадать Тот же Фесский Диск Скрыть Единую Астрономическую Систему Не потому Что это Кто-то Сказал А потому Что было Понятно Что она Единая То же Самое Понятно Здесь Что Язык Древности На земле Был Единый Письменность Была Единая У них Был Единый Источник Это И все Это Называется Пойдет По одной Программе Жизни Которая Так и Называется Роуз Это 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 Базовая Структура И Базовый Код Информационный Всей Вселенной А Оттуда Проистекает Все Остальное Информации Много Она Цепляя Вся Она в чистом Виде Содержится В природе Если человек Становится Частью Природы Она И в самом Человеке Получается Поэтому В основном Я вынужден Использовать Скажем так Информацию Явного Мира Чтобы Вы могли Ее Проверить И Те же Темы Для эфиров И те же Статьи Пишутся Именно для того Чтобы Любой Человек В любом Варианте Скажем так Образование Физического Развития Мог Это Дело Увидеть Услышать И Проверить И Поэтому Я стараюсь Например Не Рассказывать То Что Простой Человек Не Может Увидеть Попробовать Понять Почему Стараюсь Дать Вам Универсальные Системы Для того Чтобы Вы Сами Могли Развивать Потому что Людей Ищущих Много Иногда Они Проходят Мимо Таких Конкретных Базовых Понятий И Поэтому Для того Чтоб Нас Стало Больше Чем Нас Больше Тем Сложнее Это Отрицать А таких Находок Их Сотни Тысячи Каждый По одной Находочке Изучит И мы Уже С вами Такие Книжки Напишем Что Ни Одна Научная Академия Зашатается Которая Будет Не Гранты Делить И Посады И Должности Свои А будут Вынуждены Реагировать На Инициативу Скажем Так Снизу Ну Опять же Если Этого Там Нет Если Я Например Не Нашел Культуру И Традицию Наших Предков В чем То И Сказ Да Нет Вот Видите Этот Текст Например Совершенно К нам Не Подходит Это Какая-то Другая Письменность Вся Культура Мировая На Какой-то Другой Основе Я Б Об Этому Честно Сказал Но Путешествия По Миру На Разные Континенты Во Разные Времена Вот Чудо Культура И Носители Везде Одинаковые По Крайней Мере Скажем Так Базовых Жреческая Традиция Так Это 100% Ну И Сейчас Посмотрите Кто Учит Китайцев Откуда Они Нанимают Сотни Тысячи Преподавателей В основном Опять Ж Опять Ж Та же Россия Ну Откуда Почему Они Это Делают Потому Что У каждого Народа Определенные Времена Есть Своё Предназначение Да Наши Люди Могут Решить Ту Задачу Которую Не Решит Никто Китайцы Можут 100 лет Учиться Собрать Лучших Ученых Ну У них Например Направление Деятельности Размножение Того Что Уже Создано Они И Выполняют По жизни А наши Люди Могут Сделать То Чего Нет Ну Или По крайней Мере Ещё Не Существует Но Оно Существовало В древности И Вспомнить Тогда Когда Это Нужно Потому Что Сейчас Надежда Только На Нашего Человека На Наш Человека Который Уйдет К свету Который Сможет Вытащить Нас Из той Скажем Так Глубины Бездны В которой Мы Отправились Чтобы Узнать Насколько Глубока Бездна Пора Бы Возвращаться Вот Мы Возвращаемся В условиях Информационного Потока Когда Информации Пустой Совершенно Огромное Количество Когда Огромное Количество Создано Искусственных Проблем Но Всё равно Это надо Делать Идти дальше И Прошу Воспринимать Всё это Как Скажем Так Точку Которую Нужно Заполнять Добавлять Соединять Ниточкой И во Времени И в Пространстве Для того Чтобы Познавать Прошлое Вспоминать Для того Чтобы эти Проблемы Не нести В будущее А с Прошлого Взять Самое Лучшее И двигаться Вперёд Дальше Идём Вопрос В эфир Вот Леонида Из Вещина По-моему Узелково Письмо Не является Практичным Для хранения Передачи Информации Это как Нули И единицы В компьютере Но мы ведь Используем Буквы Слова Графики Чертежи И схемы Есть ли Информация Что идёт За узелковым Письмом Может быть И есть Ну Если мы Про объём Говорим Так Это и есть Узелковое Письмо Есть информация Объёмная Мы знаем Прекрасно Что есть Информация Многомерная Многополярная Для неё Возможны Другие Виды Передачи Нам Хотя бы В объём Вернуться Лично Я пока Не в курсе Есть ли Такая Именно Информация Записанная В материальных Источниках Об этом Можно судить Только Обращаясь К свету Потому что Свет Носитель Всех Ответов И такой Информации Он Как вы Знаете Скажем так Если про Наше солнце Говорить Есть Информация Что оно Светит В трёх Мирах Скажем так Мягко И Именно Почему Важна Оптика Это опять Анонс Следующего эфира Именно Оттуда Наши Предки Черпали Эту информацию Почему Важно Вспомнить Оптические Технологии И они Откроют Очень много Интересных Фактов Их тоже Надо вспоминать И развивать Но Если идти Последовательно То сейчас Задача Перейти Из плоскостного Восприятия В объёмное А потом Уже В многомерное Есть такая Техника Колослово Она Опять же Несёт Всю Орнамент Все Вот эти Так называемые Цветки Жизни Там Объёмная Информация Именно Многомерная Ну куда нам Многомерность Идти Нам бы В объём Хотя бы В основном Вернуться А потом Уже Всё остальное Вот такой ответ Понятно Вопрос в эфир От Игоря Из Ярославля Здравия Ведущим Подскажите Ожидать ли нам Открытие Ещё более Древней письменности Чем узелковое Письмо К примеру Зимняя Сугробная Письменность Надо будет Откроем Я только что Сказал Что есть Там Продолжение Так что Для тех Кто это Спрашивает Мы знаем Кто это Спрашивает Будут новые Виды письменности Есть Письменность Сто процентов Чем дальше Влез Тем больше Дров Если ему Отвечать По его Вопросу Чем дальше Тем будет Глубже Будем заглядывать Тем будут Другие виды Письменности Открывать Ну да В общем Чем глубже Влез Тем жирнее Партизаны Дождемся Зимы Будет Зимняя Сугробная Письменность Машина Проехала Так Неровно Объезжая Ямки И канавки Вот тебе Получается Новое Письмо Вопросы Ну там Пригласим Различных Умных Дядей Которые Любят Всякие Зигзаги Изучать Они нам Расскажут Вот будет Как раз Зимняя Письменность Вот такой Вариант Простой Вопрос из Ютуба Себастьяна Баковски Почему даже другие Древние народы Как например Китайцы Или японцы Тоже замалчивают Славянское начало Пусть западная наука Не призывает А восточная Почему Идёт Всемирное Замалчивание Время Время Было Такое Интересное Чтобы Наши Души Могли Опуститься Как можно Глубже И посмотреть Что там Скажем так Чуть ли не В пекельном Мире Определённый Опыт Для души Мы получили Мы знаем Что Тело Это всего лишь Костюм Душа Бессмертна Опять Мы Возвращаемся Ко сну Который Это подтверждает Сон Это та же смерть Которая происходит Ежедневно Больше трёх дней Бесна мы не проводим То есть Мы возвращаемся В свой Мир Изначальный Возможно Душа Это и есть Мост Между Миром Духа Опять же Какая-то Система Триединства Она же XYZ Мы её Иногда знаем А китайцы Они вот Помогали нам Покрепче уснуть Они же Чинайцы Я думаю Будет Время Сходим И в Китай Потому что Там Один и тот же Ответ Для всех Не было Других Учителей Не было А то что Они забыли Ну Я же говорю Когда-то Есть период Рассвета Есть период Заката Так было Нужно Ну Мумии Никуда не ушли И там Частично Описывается Тоже В статье Откуда Там Китайская Письменность Что те же Китайцы Один из Китайских Уже вроде бы Философов Вспоминают Что китайцы Живут И помнят Когда же Вернутся Те времена Когда не нужно Было все писать А все Можно было Передавать информацию В узелках Когда люди На это были Еще способны Это есть Там такая строчка Ну Так как Я же говорю Статья Получилась Огромная Прямо Каждую строчку Не получится Прочитать Сходите На Статью Там Все это Более подробно Расписано И то Это просто Приглашение К развитию Этих Направлений Потому что Людей Ищущих Достаточно Ищите Сначала По крупицам Потом По статьям Потом Соберем Это в книге И создадим На взгляд Историков Альтернативную Историю Где Наше Главное Оружие Будут Факты Не просто Слова Я так Не хочу Потому что Не хочу А потому что Есть факты А факты Вещь упрямая Если теория Не соответствует Фактам Нужно Менять теорию А не закапывать Факт Вот такой ответ Реплика Эфира От Виталия Из Эстонии В школах Преподают Не настоящую Прошлую Историю А забавную Сказочку Давно изучены Артефакты Но официальная Наука Совершенно Преступно Не пропускает В массы Поэтому Чего удивляться Вопрос Эфир Из Ютуба От Романа Ефимова Здравия Всем Виктор Как по вашему мнению Что должно Произойти Какой артефакт Должен быть найден Чтобы люди Проснулись И заявили Да История Как-то Не так Написана Давайте Разбираться Благодарю Личный пример Людей Наших людей Которые Изменили Свою жизнь И другие люди Которые Как бы Пребывают В закрытом Состоянии Спящем Начнут Повторять И сами Вспоминать Как говорится За теми Кто уже Вспомнил И добивается Успехов Идет к свету Развивается Вышел из системы Самоуничтожения И показывает Все это Личным примером Никакой кирпич Не поможет Ни бивни мамонта Ни береста Ничего подобного Не сработает А Для того Чтобы это использовать Используем тот инструмент Который пока у нас есть Пока это интернет И мы пользуемся Потому что Вы же понимаете Что ни в какую официальную науку Нас такими материалами Мягко говоря Не допустят Вот такой ответ Понятно Только надо помнить Что когда-то Были времена Когда Так называемая Официальная наука Наука Сегодняшняя В те времена Называлась Ересью Неучью И так далее Были времена Когда так называемая Современная Официальная медицина Не была Официальной Медициной И что самое интересное Народ был здоровее Меньше болел А вот там Где Так называемые Прототипы Современной Официальной Медицины И современной Науки Появлялись Там почему-то Возникали Эпидемии Всякая Зараза Пылали Костры Да много Чего интересного Происходило Так что Как-то вот Вопрос напрашивается Официальная ли Эта Наука А если официальная То кто Этот офис Построил Где она Официальная Да что ты хотел сказать Разреши Зачитать Выдержку Да уж давай Зачитывай Из официальной Науки Которую я Привёл В статье И вы мне Скажете Вы встречали Это в школах Это Выдержка Она находится В моей статье Её написал Русский учёный Адмирал И президент Российской Академии Наук Шишков Он писал Это Аскифов Цитата Из его книги Славяно-русский Корнислов Язык наш Древо жизни На земле И отец На речи Ин Многие Древние И новейшие Бытописатели Такой язык Производят Аскифов А те От более Древних Народов Само слово Скивы Или скиты Почитают Словенским Означающим Скитание То есть Перехождение От одного Места В другое Поскольку Первоначальные Народы Не имели Постоянных Жилищ Если Если Даже Только По Историческим Событиям Рассуждать О славянском Языке Это Очевидно Что он Был Самодревнейший И ближайший К первобытному Языку Ибо Одно Исчисление Скифа Славянских Народов Под Тысячами Разных Имен Известных И по Всему Лицу Земли Расселившихся Показывает Уже Как велико Его Расширение Так и Глубокую Древность Я же Вхожу Только В корнесловие Когда Исследования Слов Разных Языков Показывают Великое И всеобщее Отношение К их Славянскому Языку То Как История Так и Язык Одно Другим Взаимно Подкрепляемо Ведут К несомнительному Заключению Я не по Слепому Пристрастию К отечественному Языку Моему Не по Мечтательным Догадкам Но по Истинному И точному Исследованию Многих Языков И наречий Мнению Моему Справедливо Основанию Полагаю Вот вам Официальная Наука Ну Много Об этом Написано В школе А ведь Это Президент Российской Академии Наук В свое Время Шишков Сказал Ну Что ж Молодец Молодец Идем Дальше Вопрос Эфир Владимир Размотич Здравия Виктор Что По мне Так Узелково Письмо Это Просто Карты Узлы Это Риперные Точки И направления А расстояние Между узлами Расстояние На местности В используемых На тот момент Единицах Длины Что Скажешь Это В том числе И карты Совершенно верно В том числе И письменно Потому что Опять же Вы Почитайте Ну Про Если Про узелковое Письмо Инка Про Кельское Агамическое Письмо А там Все то же самое Оно все На узелках Если Один узелок Это что Один Если два узелка Два То есть Там и цифры И буквы И символы И они связаны И могут Представлять то Что Сегодня мы Понимаем В виде Рун Или в виде Письменности Именно Торговой Так называемой Логолической Более древнейшей Литицы То есть Да Она То есть Это сама Структура Мироздания Она может быть И в виде Карты И она Содержит Информацию А какую Это какую Заложили Такую Содержит Так что Карта В том числе Так Олег Задает Вопрос Эфир Прошу прощения Если что-то Пропустил В начале Что Сказитель Может Сказать О южноамериканских Хиппах Или узелковом Письме Инков То же самое Что Их А этому Письму Обучили Белые боги Как утверждают Сами Инки Значит Можно Обратиться К статье Белые боги Америки Или Посмотреть Эта письменность Опять Их Может Они Тогда Не Правы А я Говорю Ладонь Это Та же Уинков Та же Самая Система Счета Идет Один Пальчик Один Два Пальчика Два Три Пальчика Три Пять Это Можно Заменить Целой Ладонью Как бы Видом Сбоку И Пошло Поехало Применяется Счет На пальцах Почему И разные Виды Узелков А ниже Точка Тире Точка Тире Точка Тире Вот А ниже Единица Ноль А иногда Ведь Почему Ноль Единицы Ведь Это Как бы Двоичная Система Кодирования А ведь Есть же Системы Как говорится 12-ти ричные 16-ти ричные Это Совершенно Другие Возможности Компьютера Вон Наши Вроде Создавали Нейрокомпьютер Но по идее Они его создали Я не знаю Где он там Используется В магазинах Мы его не видим Нейронные Компьютер Построенный По принципу Работы Головного Мозга Человека О чем Мы опять И возвращаемся К единой Структуре Можем И дальше Оставаться В структуре Единиц Нулей А можем Возвращаться К нормальному Функционированию И опять же Мы вернемся К нашим Базовым Знаниям И базовой Структуре Головного Мозга И опять 16 Выпрыгнет А 16 Это Опять Матрица 4 на 4 Опять Мы В живой Квадрат Возвращаемся Где 3 4 5 4 Это 16 3 Это 9 3 Плюс 16 Это 25 Опять Работа Головного Головного Мозга Человека Здравствуй А это Схема Живого Квадрата Она же Отображена На засеянном Поле Она же Отображена На Скульптуре Матери Земли Где Рунические Надписи Она же Найдена В Воронеже С Руничцей 42 Тысячи Лет Назад Она же Присутствует В Мезине В древнейших Музыкальных Инструментах Германии И так далее И тому Подобное Надеюсь Я более-менее Раскрыто Я тоже Надеюсь Идём дальше Себастьян Баковский Реплика Из Ютуба Хотелось бы Мне Дискуссии С представителем Официальной Науки И его Аргументами Наверное Тогда И его Аргументами Если нет Твёрдых Источников Очень сложно Доказать Свою Теорию Домыслы Навсегда Останутся Домыслами Ну мы Собираемся По крупицам Таких Собирателей Слава Богу Наши люди Есть Они работают Что же Я предлагаю Объединяться Идти вперёд И те Кто слушает Наша Славянская Ради Я думаю Большинство Из них Таким же И принадлежат Интересующимся Проснувшимся Людям Других Здесь нет А Один Наш человек Наш человек Может Дать Проснуться Тысячи Два наших Человека Десяти Тысячам А сто Наших Так весь мир Могут Разбудить Все так и будут Ходить Невыспавшиеся И злые Нет Мы злых Не будем Доводить До зления Наоборот Пускай они Спокойненько Отдыхают До поры До времени В виде Сладкие сны И потихонечку Самостоятельно Просыпаются Мы Только создадим Условия Чтобы они Проснулись Будить Их не будем Иначе Потом Как встанут Как наваляют И опять Спячку Да По поводу Разговоров С какими-то Официальными Представителями Официальной Науки Наверное Это бессмысленный Разговор Почему Потому что Если Очень глубоко Человек В официальной Науке И он Получает Деньги То это Его Зарплата И в том Случае Он Если Будет Поддаваться То в этом Случае Зарплата Его может Лишиться А это Такая штука Что другого Он ничего Может и Не умеет Делать И лишение Зарплаты Для него Это Ну как бы Так Голодная Смерть Бомжевания С его Мозгами Знаниями Как бы В пиджачке Сидеть На помойке Среди бомжей Ему не очень хочется Поэтому Будет спорить До последнего А на все Разговоры Что Предъявите Пожалуйста Он будет Предъявлять И будет Предъявлять Он То Что Написано До него По тому Почему Он сам Учился Будут Предъявляться Диссертации На основе Того Что Где-то Что-то Кто-то Прочитал И так далее Там подобное Поэтому Докопаться До сути Откуда Все это Взялось Не получится Не вся Передача Перейдет В такой Формат Общения Сам дурак Ты дурак Нет ты дурак Нет я дурнее Нет я дурнее Вот Ничего здесь Хорошего Из этого Не получится Просто Человек будет Защищать Себя И будет Указывать На то Что Есть Есть Данные Кто-то Писал Вот Это Кто-то Писал Вот Это И так Далее По поводу Своих же Обратных Представлений Он будет Задать Вопросы Ну а у вас То что Есть И выяснится Что у вас То ничего Нету А почему Нету Да потому Что те Которые Писали До него Что-то Они Параллельно Топили Печку Чтобы Не замерзнуть Теми рукописями Которые были До них Которые Не укладывались В их Представления Вот такая Парадоксальная Штыковина Получается Сначала Уничтожили А потом Сказали А у вас Ничего Нет Нет и Не было Такой же Принцип Не только В науке Но и Во многих Религиях Существует Многих Течения Все спрашивают А вы Докажите Да Уничтожалось Много Но нет же Ничего А раз нет Чего там Квакаете Ничего доказать Не можете Вот такой Бандитский Вариант Беспроигрышный Сначала Уничтожить А у вас Ничего нет А нет Ничего Потому что Ничего не было Но вы Сжигали Да ладно Чего там Кто там Сжигал Так что Бесполезны Эти дискуссии Ни к чему Хорошего Не приведут Вообще Мне кажется Надо в дискуссии Подобного Плану Ходить А заниматься Своей жизнью Понимать Разбираться И тогда Дискуссии Будут не нужны А когда На самом деле Все Станет на свои места То вот этих Вот Людей Которые Что-то Мешают Кому-то Их Как-то На них даже Никто внимание Будет вращать Они В какой-то Изоляции Останутся И поймут Что В общем-то Им здесь Больше делать Нечего Вот этого Они боятся Они боятся Того Что люди Будут становиться Человеками И рады Вопрос Соведущему Сколько примерно Хранителей Существует В настоящее время Они живут В одной стране Или по всему миру Не скучно им Все знать И молчать Не стыдно ли Ну хотя бы Какие-то Подсказки Во благо А то Может быть Поздно Что никогда Эти знания Не пригодятся Что скажешь Это вопрос К хранителям Мы Не хранители Мы распространители Получаем Это вопрос Вопрос именно К тебе Ты на хранителей Пальцем не тыкай Это вопрос Интересный Дело в том Что все равно Что информация Выходит Но Дело в том Чтобы Я например Ко всей информации Отношусь Как К справочной Если она Не подтверждена Да Пока Крупицами Но Если она Не подтверждена То Это справочная Информация И Ее нужно Подтверждать Если она Подтвердится Я двумя руками За скажу Да Она подтвердилась И Почему мне Все легко И просто У меня нет Ограничения Я путешествую По всем Объемам Информации А В основном Беру ее У природных Источников То есть Природа Звезды Их отражение На земле Вот там Чистая информация Какой бы Письменный Источник Сейчас Был бы Не представлен Он все равно Имеет Искажения Из-за своего Времени Написания Из-за своих Переводов Охранители У них Своя работа Они ее Выполняют Наверное Все что могли Дали Если могут Что-то дать Пусть дают Ну по крайней мере В интернете Информации Так очень много И почему там И ссылок У меня Очень много Обращайте Внимание Каналы Ютуба И там Очень интересные Люди Люди Которые Занимаются Многополярностью Русскими Рунами И так далее И тому Подобное Потому что Опять же Та же Руница Это тоже Отражение Единой Системы Ну вот Не всех Может пустят Не всех Направят Все ли хранители Выдали свою информацию Мне они не докладывают Может нет Может да Я хранителем Не являюсь Может только Генетическим Ну может быть Таким хранителем Является Каждый из вас Поэтому Информация Если она Не имеет Подтверждений Пропустите ее Через сердце Если Когда например Мне в школе Говорили Что Мои родственники Произошли От обезьяны Почему-то Я не соглашался С этим С детства Отца с матерью Бабушка Девушки спрашивают Они тоже Не соглашались Ну почему Где эта информация Была записана В нашей школе Учили Что есть те Кто произошли От обезьяны Я вообще Без претензий К ним Ну они Наверное От обезьяны У меня Другие родственники У других Я надеюсь Тоже Так что У каждого Своё Свой багаж Как работает Система Кто-то снизу Кто-то Сверху Это называется Жизнь Так и живем Есть там Хранитель Есть Дадут информацию Слава Богу Не дали Богу слава И вперёд Из песни Ну да По поводу Обезьян Не обезьян Я думаю Что на нашей Земле Очень много Отчего Интересного И есть Представители Разных Ветвей Происхождения Кто-то Сюда Прибыл Кто-то Здесь Доделывался Кто-то Здесь Создан Для того Чтобы создать Или доделаться Необходим Был какой-то Материал Который Здесь На этой Земле Существовал Который Заранее Был Подготовлен И адаптирован Поэтому Я нисколько Не изучаю Что Есть и те Которые Произошли От обезьян И иногда Тому Подтверждение В манерах Поведениях Некоторых Человекообразных Называющих Себя Людьми Ничего Здесь Страшного Нет Ну Если Это Так Ну Хорошо Пускай Ли Это Так Я же Не против Кто-то Говорит Что Он От Обезьяны Произошел Кто-то Может Говорит Что Он От Ящерицы Произошел У Каждого Своё Ну Нравится Человеку Нравится Но может На самом деле Он знает Своих предков Лучше Чем Мы С тобой Почему Мы Должны Это Опровергать Но С другой Страны А почему Нам-то Должны Это В голову Бивать Что И мы Тоже Обезьяны Если Вам Нравится Что Ваши Предки Обезьяны Если Вы О том Уверены Мы Не Против Но Только Не Заставляйте Нас Верить То Что Никогда Для Нас Не Являлась Правда И Не Является Действительностью А по поводу Хранителей Наверное Так Надо Сказать Что Хранителей Существует На сегодняшний момент Достаточное Количество Они Существуют Во многих Местах Земли И Никуда Не Делись Они Присутствуют Просто Хранитель На той Хранитель Чтоб Хранить А не Прыгать С бубном Вокруг Вас Чтобы Вы На него Обратили Внимание Поэтому Они Не Улезают И Поэтому Они Особо Не Сыпляются Каждому Проходящему Как Свидетели Иеговы А вы Знаете Давайте Поговорим О Боге Вот Как-то Не тот Вариант Не Их Метод Вот А для Того Чтобы Особо На них Не Наседали То На то Они Хранители Чтобы Иметь Определенные Защиты Определенные Способы Ухода От Нападения От Слежения И так Далее Делятся Они Не Делятся Стыдно Не Стыдно Я думаю Что Не Стыдно Почему Потому Что Стыдно Должно Быть Тому Кто Не Использует Свои Возможности Для того Чтобы Получать Эти Знания Эти Информацию Эту Информацию Эти Вести Вот Должно Быть Стыдно Тому Кто Опустился До Дать Этот Пирожок Да Руки К ним Не Тянутся За Пирожком Вот Или Знания Слишком Велики Ваши Портфельчики Не Влезают Так Что Стыдить Наверное Не Надо Хранителя А вот Стыдно Не Стыдно Это Наверное Надо Им Все Так Вопрос Задать Я Важно Не Отвечу Вернее Скучно Не Скучно Тут Я Важно Не Отвечу Да И Подсказок Туча Огромная Была И Есть И Будет И Во благо Все Это Делается Нельзя Примитивному Человеку Давать Высокие Технологии Ибо Глуп Он И И Использует Их Против Себя И Против Окружения Сначала Он Из Глуп Его Должен Перерасти В Умника Из Умника В Разумника И Вот Когда Он Достигнет Определенной Кондиции Знания Определенных Ведания Вот Тогда С ним Можно Будет Уже Поговорить И Дать Ему То Что Необходимо Сейчас Кстати Тоже Дано То Что Необходимо Ничего Больше Вам Не Дается Чем Вы Можете Осеять Меньше Тоже Не Дается Как Только Достигает Ребеночек Первого Класса Ему Дают Букварь Доходит До Пятого Одевают Его Нормальные Какие-то Формы Дают Другие Учебники Ну И Так Далее Конститут У него Свои Интересы Свои Игрушки Свои Погремушки Вот Какие Интересы У вас Так У вас И Погремушки Наверное Так Наверное Проще Будет Я Гриша Реплика В эфир Наидревнейший Вид Письменности Это ДНК Дерибонуклеиновая Кислота По-другому Это Называется Так Дальше Себастьян Баковский Из Я понимаю Славянство И его История Это Что-то Как Религия Большинстве Просто Надо Верить Без Доказательств Что Скажешь Я Скажу Что Если Человек Был Знаком С Письменностью Узелковой Или Хотя Бы Со Святорусской Буквицей Он Так Б Понял Насколько Он Глубоко И Правильно Сказал Потому Что Славянство Это Славь Янь И Опять же Энергетика А вера Это Ведание Ра Ведание Письменности Света С ним Можно Согласиться Хотя Он Вкладывал В это Понятие Совершенно Другое Плоскостное Приученное Что Религия Это Опять же Ре Это Повтор Лига Это Связь Высшего С Низшим Кого То Она Прервана Кому То Нужна Религия Кому То Нужна Религия А Для Таких Ж Друзей И Созданы Мои Статьи Потому Что Там Приводятся Конкретные Факты Именно Факты Которые Трудно Отри Отри Ребята Нашли Эти Находки Эрика Сатамайра Элиаса Сатамайра В Америке И у них Проблема Откуда Там Кобра Откуда Там Откуда Египетские Пирамиды Что За Надписи На Них Изображены Это Четко Расписано А почему А потому Что Вот Это Народная Культура На Той Кобре Например 33 Черточки Это Позвоночник Там 16 Канальчиков Энергетических Это Структура Человека А 16 Плюс 33 Сколько Будет 49 А Не Святорусская Лето Буквица Потому Что Это Матрица 7 на 7 А на ней Буквочка Веди На Коброчке Написано А Веди Ведать Ведать Ра Знания Это Опять Троичность Опять Принцип Матрешечки Как хотите Это Воспринимайте Но Ведь Это Факты И Артефакты Замалчиваем И Забыты А мы Как раз Их Вытаскиваем Показываем И Обращаем Внимание Что И официальная Наука Это Знание И Это Было Неоднократно А Почему У нас Отсутствует Школьных Учебников Да Что-то Они Не Дожимают Мы Предлагаем Свою Помощь Используйте Нужна ли нам Вера Ведание Первозданного Света Конечно Нужно Тогда Тогда Нам Будет Очень Много Понятно Пуша Изначально Письменность Да Светова Что Еще Он Там Говорю Славянство Да Славящие Яни Которые Идут По пути Развития Мужчины И женщины Мужскую И женскую Энергию Обезьяны Они Яни Этот Потеряли Это Именно Вот Эту Игрик Хромосому Они Потеряли То есть Потеряли Возможность К развитию Выходу С планеты На Межзвездный Уровень Мы Обращаемся К тем Кто Эту Не У А Игрик Хромосому У Хромосому Если Более Правильно Сохранил Вот Кому Мы Обращаемся Именно Эти Люди Способны Вытянуть То Состояние В котором Мы Находимся В более Другое Состояние Которое Энергетика Уже Позволяет Развиваться Большем Количеству Людей Так Пусть Думают Каждый Мыслит В своем Возможностях Но Вы видите Человек Имел ввиду Одно А язык Выдал Совершенно Другое Вот и Все Надо Надо иметь Ввиду Что Все Таки Религия Строится На неких Догмах В религии Есть Посредник Это Обязательные Атрибуты Религии Если Нет Догм Сдерживающих Через Запреты И Устрашения И если Нет Посредника То Нет Религии Так вот Если мы Разбираем Славянство То в этом Случае Религией Его назвать Нельзя Потому что Вот эти Вот Отсутствуют Составляющие Догм Запрещающие В славянстве Нет В славянстве Все-таки Есть Пояснение И раскрытие Великого Знания И Посредников Нет Никакой Жрец Никакой Волх Не может Быть Посредником Для Общения Своими Предками Это Всего Лишь Навсего Доверенный Человек Который Этому Посвящает Свою Жизнь И Через Которого Там Могут Какие-то Проходить Явления Какие-то Видения Какие-то Направления Он Может быть Обрядодеем Он Может быть Учителем И так далее И тому подобное Но Он Не Является Пастырем Который Пасёт Людей Вот Это Главное Он Не Посредник И Он Не Пастырь Он Такой Же Член Общины Он Такой Же Человек Как И Все Остальные Просто По каким-то Причинам Он Назначен На эту Должность Потому что Он На эту Должность Больше Подходит И Ему По крови Это Близко По его Предназначению Жизни Это Ему Подходит Потому Он И является Жрецом Волхвом Учителем Точно Так же Как Кто-то Является Кузнецом Кто-то Является Столером Свесарем И так далее И тому подобное Поэтому Назвать Славянство Религией На мой взгляд Очень серьезная Ошибка По поводу Верить Не верить Ну Здесь уже Было Виктором Сказано Много чего Но Вот Когда Разговариваешь С людьми Разными Изучавшими Религиозные Различные Течения Даже Пытавшимися Их Глубинно Познать Проводившими Большое Время За священными Книгами В молитвах Вот И так далее И тому подобное То в этом случае Когда они сталкиваются С более древним Они говорят Вот тут Я Когда Это читаю Произношу Мыслю Моё тело Начинает Отвечать Этому Оно как будто бы Современным словом Вибрирует На этих частотах Душа Раскрывается Дух Становится Лёгким Укрепляется Но при этом Лёгким Душе светло На душе светло Сердце Раскрывается Мозг Не парится А когда Я изучал Религию Когда Был Приверженцем Религии В этом случае Я Чувствовал Какие-то Облегчения Во время молитвы А потом Как-то Меня Начинало Тяготить Мне постоянно Как к наркотику Приходилось Обращаться Всё время Идти туда К наркотику Это не мои слова Это слова Нескольких людей Которые сейчас Я так совмещаю вместе И получается Что В религии Есть запреты Есть Какие-то Догмы Которые Необходимо Исполнять И необходим Тот Кто пасёт Пастырь Наставник Духовник Как хотите Это называйте Но который Является Посредником В любом случае А в Не религии А то что называется В вере Не в вере В смысле Бытовой Принимаю ли я Твои слова Как они есть Без проверки Вот бытовая вера Да Она что значит В холодильнике Лежит десяток яиц Говорит жена мужу Муж говорит Я тебе верю Муж говорит Я на заработе На заработе Получил 30 тысяч рублей Жена говорит Я тебе верю То есть Не надо доказывать Ничего Просто Тому что сказано Зелёный свет Вопросов не возникает Это бытовая вера А вера Написана Через другую букву Есть понятие Несколько другое Ведание Как говорил Виктор Ведание Ра То есть Ведание Это мудрость Постигшая Постигаемая Изученная Или Нисходящая Мудрость В зависимости Опять же От того Что мы там Вкладываем Ра Это Первичная Божественная Мудрость Сияния Поэтому Говорят Просветлённый Сияющий Мудрый Человек И так далее Поэтому Доказательства Они могут быть Разные Можно доказывать Показывая Различные книги Которые писали Люди И говорить Что это Писали Боги А можно Ничего Никому Не доказывать А просто Сказать Несколько слов По праве По веданию Человек Раскрывается Он начинает Вибрировать На этом Он начинает Этим жить Какие ещё Нужны доказательства Если Ваша Генетика Или По правильному Говорить Ваш Род Проявленный В вас Ваша Кровь Отвечает Этому Ну так Извините Значит Всё правильно Значит Верно Вот и всё Какие доказательства Ещё нужны Доказательства Физические Можно было Уничтожать Что и делалось Многие Столетия Тысячелетия Но Проблема Это одна Кровь Генетику Род Не уничтожить Вот когда Вот всё Уничтожат Тогда доказывать Никому Ничего не надо будет А это Очень важно Это внутри И это Не выбить Как пел Высоцкий Сапогами Не вытоптать Душу Виктор Из Эстонии Реплика В эфир Давать Знания Непонимающим Неразумным Опасная В религии Для нашего Разговора Я надеюсь Он был Всем полезен Для тех Людей Кто интересуется Этим Направлением Они Смогут Его развивать Дополнять Обращать И моё Внимание На Определённые Факты Артефакты Желательно Которые Уже Изучила Наша Любимая История Археология Но почему-то Не хочет Их Вписывать Или забывает Про них И Хотелось бы Напомнить Что Времена Изменились Поменялась Сама Энергия Всё Меняется Всё Течёт И вас Я призываю Не стоять На месте А Развиваться Изучать Каждый Идёт Своей Дорогой Дополняйте Подтверждайте Если Если вы Сможете Опровергнуть Опровергайте У каждого Свой путь Дело в том Что впереди Просто Огромное Количество Новых Знаний Пониманий Переосмысления Всего Даже Современная Так называемая Наука К этому Подошла Сколько Верёвочки Невица А всё равно Они пришли К теории Струн Вместо Какого-то Большого Хаоса И взрыва Поэтому Мухи Везде Видят Одно Пчёлы Везде Видят Источник Мёда Мухи Видят Источник Своего И только Человек В состоянии Понять Общую Картину Так что Будьте Человеками Людьми Видят Видят Общую Картину Если Есть Осколки Давайте Соберём Эти Осколочки И нам Нужна Правда И Истина Потому что Зная Прошлое У нас Будет Будущее А значит Мы сможем Взять Лучшее Не повторяя Ошибок Прошлого Так что Благодарю Всех За внимание Надеюсь Мои Наблюдения Были Вам полезны Благодарю Всех Ещё Раз Благодарю Тебя За Интересное Повествование За Интересный Разговор Как всегда Надеюсь Что Наше С тобой Общение Не просто Так Является Каким-то Таким Развлекательным Время Препровождением Для наших Радиослушателей И зрителей Народно-славянского Радио А ещё И будут Помогать В чём-то Разбираться О чём-то Задумываться Делать Какие-то Выводы И Вполне Возможно Кто-то Скажет А вот Виктор Мне когда-то Тут Хорошую Мысль Подбросил И я Стал Вот В этом Разбираться И теперь Я знаю Я ведаю Спасибо Тебе Виктор Скажет Благодарю Тебя Виктор Молодец Виктор Так Держать А может И не Скажет Может Скажет Так Послушал Я Послушал И дальше Как В юмореске Одного Известного Человека Аркадия Райкина В частности Слушал О вас Долго И понял Ну и дураки Живы Ну что ж Напоминаю Что сегодня По одному Из современных Календарей 26 апреля 2017 года Среда По одному Из старинных 15-й день Месяца Посева И наречения 7525 Лето Четверик Узелковая Письменность Славян Протописьменность Сей Земли Виктор Максименков Наш Уважаемый Автор Сказитель Сегодня Очень много Интересно Рассказал Благодарю Тебя Виктор За то Что ты так Отдаешься Своему делу Своему увлечению За то Что зажигаешь Других людей А тех Кого ты зажигаешь Я также благодарю Благодарю за то Что вы Своими Писаниями Своими сказаниями Репликами Вопросами Поддерживаете Эфир И направляете Как раз То самое русло Которое позволяет Раскрывать Заявленные темы Позволяет Сделать его Интереснее Позволяет Нам вместе В чем-то Разобраться Мне остается Сказать вам Только Всего самого доброго С вами Было Народное Славянское Радио Алексей Орлов До новых встреч Друзья мои Услышимся И увидимся Быть Добру Народное Славянское Радио Все нужно Все важно Редактор субтитров Редактор субтитров